Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД-6. И в этой серии я хочу попробовать выполнить секретную ачивку. Заключаться она будет в том, что мы должны будем поставить алхимика и прокачать его по нижней ветке до шаровой мастер-алхимик. И при этом он должен нанести в районе 900 тысяч урона, как я вроде помню, и тогда мы получим особенную награду. И я не помню точно в чем она будет заключаться, но по-моему у нас будут либо большие, либо маленькие шары, то есть прям изменение будет. И для этого как раз надо выполнить режим как бы не лопнуть. И я решил выбрать эту карту, тут как раз выбран, точнее у нас открыт этот режим, как я его сейчас вот посмотрел. Но я его не проходил, поэтому посмотрим, что у нас выйдет для этого. Надеюсь, что пройдет все нормально. Так, сейчас бы нам кого в самом начале поставить. Может я тут в самом начале сразу же ниндзя сделаю? Тут конечно опасно в том, что у нас одно хп будет сразу же. Ух, я сейчас там надумал, что мы уже проиграли. Понятно, мы уже проиграли. Так, давайте заново, подождите. Ну давайте попробуем вот так вот двоих поставить. Одного сюда, второго сюда. Сейчас может быть будет лучше, потому что все-таки двойная сила, как-никак. Если что-то у нас теперь есть деньги на еще одну обезьяну. Ну я бы лучше на друиды накопил, конечно. Но видимо нам сейчас надо будет стать еще одну обычную. Хотя, я пока не понятно. Пройдем ли мы тут или нет. Так, тут мы должны все проходить. Давайте вот здесь вот друиды я поставлю. Конечно, я пока не знаю, так ли я или не так делаю. В любом случае нам надо быстрее как бы начать копить деньги. То есть, сколько тут... Ой, не туда захожу. Хочу открыть алхимика. То есть, 48 тысяч. И тут вот, ну в общей сложности это улучшение будет стоить где-то 52 тысячи. Нам надо накопить. Желательно как можно раньше. Потому что при этом ведь он еще должен уничтожить 900 тысяч шаров. Поэтому вот сейчас вот будем сендрить. И я пока не знаю, справляемся ли мы или нет. В ближайших раундах хватит ли нам силы нашей. А то вот я не знаю, могу ли я ставить Бенджамина или немного прокачать наших обезьян. Для начала. Ну пока что, по-моему, у нас довольно-таки все нормально. Я действительно, если накоплю, то могу его поставить. Но в любом случае нам надо еще как бы немало денег накопить для этого. Ага. Ну вот к концу этого раунда мы уже должны, в принципе, смочь ставить. Так, ставим день вот здесь. Ему, кстати, купил трофей. То есть, теперь у него вроде бы не нолики и единицы, а какие-то символы. Должны идти от него потом. Как раз, кстати, при появлении вы могли их увидеть. Там у него анимация была изменена. Ага, ага, понятно. Так, давайте сольемся. Так, я накосячил. Классно. Сейчас вот на паузу поставлю. Потом, ну как обычно, все верну. Так, ну вот, я снова на этом пятнадцатом раунде. В этот раз я немного поставил больше обезьян. То есть, я сразу же их поставил. Четыре обезьяны. Потом уже этого друида. И сейчас посмотрим, как у нас тут вот будет. Пока не знаю, что у нас уходит. Я тут ускорение специально пока снял. Может быть, на всякий случай здесь немного, как последнюю обезьяну, вкачать. И вот это вот, в принципе, тоже можно будет сделать потом. Это в самом начале очень, в принципе, нам будет помогать. Так. Теперь нам должно стать полегче. Вообще, в принципе, вот это вот улучшение за 1200. Очень было бы нам полезно. Если бы на самом начале, вот против таких особенно волн, это улучшение прям будет лучшее, как по мне. Сейчас попробуем даже попробовать это сделать. Потому что обычно обезьянам будет, конечно, тяжело со всем этим справиться. И, кстати, скоро пойдет первый камуфлированный шар. Мы ставим ниндзя. Тут нам ни единого шара нельзя пропускать. То можно привыкнуть, что обычно у тебя всегда много хп, если что, и защита. А тут такого нет. Поэтому тут надо, как бы, подстраховываться, чтобы сразу же все было хорошо. Ну, кстати, ниндзя-то прям нормально идет. У него прям пока что все получается, к счастью. Вот здесь бы я бы еще мага, конечно, в всех случаях поставил. Вот куда-нибудь вот сюда. То он не задевал пока что ту линию. Вот огненная стена, все, теперь точно должно быть все нормально. И теперь нам надо просто подумать, как бы, наверное, справиться с муабами. Ну, скорее всего, просто пушку поставлю. Куда-нибудь сюда. И тогда будем уже копить на нашей ферме. Начать уже зарабатывать деньги. А то алхимик, это уже очень скоро нам надо будет прокачивать. А у нас даже его еще нету. Так, вот с камуфляжем. Я надеюсь, что пока что справится у нас. И что, надо будет магическую взян немного вкачать. Чтобы ее огонь тоже мог справляться с камуфлированными шарами. Так. И как у нас пока тут? 34 раунд. И вроде бы этой пушки должно хватить, чтобы пробить муаб. Но пока что что-то я не знаю. Как у нас точно получится, не получится. Пока буду просто копить деньги. Если будут проблемы, то сразу же, чтобы прикупить еще какую-нибудь пушку или что-то сделать. Чтобы точно пробить этот мап. Ну, и здесь что-то там уже хватает, в принципе. На всех случаях можно это вкачать. Чтобы все-таки мог видеть камуфлированные шары. И этот огонь прям очень будет хорошо спасать. Так, 37 раунд. Ну, 38 раунд. Уже больше. Так. Бенджамин, кстати, уже 5000 монет нам в общей сложности принес. Это, кстати, очень даже много. А, давайте, кстати, вкачаем. То есть мы что-то так накопили хорошо. Что ж, почему бы и нет. Вот, все, а теперь мы его точно еще и хорошо пробили. Так, давайте мы тут поставим. Ой, нам и здесь хватает. Мы тогда и делаем так. Я вот сюда поставлю фермеров. И его окружаем этими как раз-таки фирмами. Так, даже вот так вот. В принципе, это все в радиус как раз попадает. Так, вот пока что вот будет опять фермеров. Скачаем тут все. Хотя можем даже вот так вот пока идти. Мы там, в принципе, если посмотреть, то мы не справляемся. Типец. Только так сказать, что мы справляемся и, ну, и все. И уже нет. Так. Тут я подверг качалу. Почти здесь еще. И вот это на ближайшее время, может, там пока что хватит. Так. Ну, это обезьян должен справиться, мне кажется. Да. Надо бы еще эту вкачать. Ой-ой-ой-ой. Да ё-моё, да как так-то. 47-й раунд. Блин, а тут мы уже довольно-таки много прошли. Ну, я все-таки попробую переиграть. Так. Ну и вот. Я прошел тот раунд. Я смог. В этот раз, в принципе, я толком-то ничего и не добавил. Я просто немного по-другому поставил обезьян. И вот только поставил снайпера. И при этом в этот раз стало все намного легче. Хотя... Ну, как я и говорил, ничего такого-то и не изменилось. Так. Сейчас вот тут немного по чаю. Так. Поставлю на ускорение. Дальше, чтобы идти. То он как-то не поймешь, как это работает. Но я в основном еще вот вкачал эту обезьяну, кстати. То есть, если тут у меня было немного раскинуто, то тут я в нее вложился. И, в принципе, она тут как раз урон-то сейчас очень хорошо наносит. И даже вот этот можно вкачать. Так. Здесь я не вкачивал, кстати. Хотя можно было бы. Так. Ниндзя немного еще вкачаем. Теперь можно дальше ферму. Еще идти на нее. Сейчас мы прям нормально денег получаем. Если так вот посмотреть по итогу. И банановую ферму нам уже принесли 6000. И Бенджамин 9000. Как-то неплохо. А ферму я как раз начал ставить на сороковом раунде. Для 13 раундов 6500 это, в принципе, неплохо. Тем более, суть в том, что они сейчас только разгоняются. То есть, я сейчас всегда все вкачиваю. И они, наоборот, станут только сильнее. Так. Ух. Ну-ка, справляемся. Это опасно, но это постепенно. Все. Вот сюда теперь можно ставить Валхимика. И нам надо 48000. Ну и сейчас посмотрим, что у нас тут выйдет из этого. Надеюсь, что все нормально. Так. Блин, ладно. Качаем это, конечно. Что-то я немного уже пожалел, что я эту ветку выбрал верхнюю. Надо было, наверное, посередине идти. Но, тем не менее, нам надо еще накопить 40000. И я не знаю, будем ли мы сейчас просто ждать, когда я накоплю эти деньги. Думаю, мы еще будем что-то ставить, чтобы усиливать нашу команду пока что. Но, в принципе, они пока что идут все нормально. Да, то есть мы справляемся со всем. С всеми трудностями пока что, которые нас тут дадут. Так. Тут, кстати, немного проблемно. Поэтому давайте здесь еще, на каких случаях, я поставлю такую вот обезьяну. Вообще, как прокачаю ее. Потому что это заметно, вроде, нам должно все усилить. Да, и она вот уже справляется. При этом, кстати, тут еще проблемы. Так, резко куча денег потратили. Но вот сейчас зато точно должно быть нормально. Все, теперь точно купим эти 48 тысяч. Или не точно? Угу. Что делать? Так. Мы сможем. Я в нас верю. Все будет нормально. 63-й раунд. Это уже неплохо. Тем временем мы снова дошли до 63-го раунда. Сейчас, по-моему, должно стать лучше. Так как я и накопил, в принципе, больше тут на всех. Благодаря тому, что тут теперь аж 6 банановых ферм. Так как радиус позволяет. И, в принципе, собирает он все. Из-за этого очень даже хорошо. Также тут я поставил шпилькометы вместо обычных обезьян. Точнее, сначала тут были, все-таки стояли обычные обезьяны. Но я их потом продал. И думал, что шпилькометы все-таки будут получше. Тут поставил некроманты. Их тоже немного попрокачивал. Тут обезьяну мага на всякий случай. Потому что на 63-м раунде пойдет какая-то волна очень сильная. И, мне кажется, тут нужна дополнительная огненная стена. Может быть, в этот раз станет, конечно, получше. На что я очень сильно надеюсь. Также я поставил обезьяну ас на всякий случай. Эта обезьяна с дротиком тоже прокачана. Ну что, давайте посмотрим. Так, автостарт включен. Я пока что не буду ускорять. Потому что тут немного стрёмно. Так, с первой волной мы вроде бы справились. У нас появились дополнительные деньги. Я на всякий случай на форсаж поставлю. После этого раунда будем, наверное, уже копить на этого алхимика. То есть, все-таки нам нужны 48 тысяч. Так, еще как. Фух, здесь мы тоже пока прошли. Так, ладно, тогда давайте включаем ускорение. Вот, опять волна опасная. Фух, ее мы тоже прошли. Наконец-то, наконец-то мы прошли этот раунд. Он довольно-таки тяжелый оказался. И, кстати, не зря я прям здесь огненную стену поставил. Потому что, как я понял, что шары, которые вот здесь пролетают, они тоже уничтожаются из-за этого. Что не может не радовать, в принципе. Поэтому давайте сейчас включаем ускорение и смотрим, как будем зарабатывать. Будет, в принципе, уже 40 тысяч. 40 тысяч это очень же неплохо. Бенджамин 14 тысяч. То есть, нам нормально уже по деньгам-то вот пришло. И вот сейчас осталось действительно накопить эти 48 тысяч. А дальше будет легче. То есть, мы с муабами сможем намного проще расправляться. Потому что тот алхимик, если вкачивать на нижнюю линию, он будет... Он вроде может превращать практически любые шары в красные. То есть, даже дирижабли. Конечно, не все, но большинство. И из-за этого у него сразу же будет появляться, ну, большое количество урона он будет наносить. Так, сейчас включу, чтобы мы побольше денег получали. Скилл Бенджамина. Надеюсь, что он нормально так-то работает. То не всегда поймешь, насколько он эффективен. Вот, а здесь как раз-таки и надо было использовать пушку. Ну, да ладно. И, кстати, нам уже осталось накопить всего 18 тысяч. И у нас еще 31 раунд, чтобы потом набрать большое количество урона. Я надеюсь, что мы, конечно, сможем успеть сделать. Но вроде бы должно еще хватать этого всего. Так. Так же, опять, забываю скилл Бенджамина использовать. А он так-то очень полезен. Ну, по крайней мере, мне это кажется, что он приносит действительно большое количество денег. И вот как раз последние тысячи нам всего чуть-чуть осталось уже. Так, тут муак довольно-таки опасный был. Так, 47 тысяч. 48, все. Так, как у тебя уже по урону? Пока 7 тысяч. Посмотрим, что сейчас. 10 тысяч. Нет, 12. Ну, потом он будет идти по нарастающей. Поэтому пока это ему, в принципе, все нормально. Вот, видите, по-моему, он только что превратил как раз-таки в обычный красный шар. Значит, тут немного за ним послежу. Пока что урона, конечно, он немного наносит. И мне так кажется, он разойдется. Что он потом вот прокачается и станет намного сильнее. Давайте тогда поставим тут еще алхимика. И он как раз-таки будет зелень давать всем. Чтобы они становились сильнее. Ну, пока по урону чуть всего 21 тысяча. Но я надеюсь, что он действительно потом разойдется и намного сильнее станет. Вроде постепенно он уже и так улучшается. 3-4 тысячи. Ой-ой-ой. Какая волна дурацкая. Фух, мы ее прошли. Причем без каких-либо трудностей. Вот сейчас вот передних обезьян, наверное, больше не будем прокачивать. Ну, разве что алхимика, если что. А будем прокачивать вот таких вот задних обезьян, которые, если что, будут защищать. Все-таки нам надо позволить так, чтобы алхимик у нас больше всех урона нанес. Поэтому будем, наверное, сейчас вот здесь зону шпилек ставить. Это нам довольно-таки прям пригодится, как по мне. Так. 76 тысяч уже. Ну и Бенджамин 20 тысяч. То есть мы по 100 тысяч долларов дополнительных так вот получили благодаря этому. Благодаря всей этой раскачке. Ой-ой-ой. Вы видели? Там просто обезьяна Аз нас только что спас. Я все, я только что чуть-чуть с ума не сошел, что нам заново придется отыгрывать. Я бы такого уже не пережила. Я еще хотел вот подумать, чтобы продать какую-нибудь такую вот обезьяну спереди. А у нас еще такие проблемы, что как бы не до удаления, я бы сказал. Так. Здесь, собственно, можно будет, если что, и такую обезьяну поставить, и такую вот. Пускай они тут замораживают на входе. Как можно дольше они здесь проходили. Много урона мы тут наносили. Так. Как дела у алхимика? 72 тысячи урона, кстати, уже. У нас еще целых 20 раундов. О, вот уже 92. То есть 80 раунд мы прошли. Так. Вот первые 100 тысяч урона появилось. И вот я действительно надеюсь, что там всего надо 900 тысяч. И у нас еще 18 раундов. И мы, в принципе, по-моему, должны успевать. Потому что дальше все жестче и жестче будет. А что алхимик? Этого алхимика не улучшает. Или он не может. Я не знаю, как это работает просто. Но, по-моему, он должен улучшать. А он, собственно, пока что этого не делает. К сожалению. Так. У нас 20 тысяч накопилось. Чтобы нам сейчас еще такое вот поставить. Чтобы оно держало просто как на всякий случай у нас было. Наверное, вот это как раз таки. Шиповый завод. Вот здесь вот так вкачаем. Вот 195 тысяч. Такая дорогая прокачка. Мне действительно интересно, что нам потом даст. Потому что я еще никогда так не прокачивал. Потому что это уж слишком дорого все стоит. Здесь вот еще вот так поставим. На всякий случай. Чего бы нам еще поставить. Так, кстати, уже 300 тысяч. Здесь неплохо. Он поднимается. Прямо вот так вот резко начал. Ну и сейчас вроде бы в магов как раз таки должны увеличиваться количество шаров. Вот он и поднимает свой урон. Так. Молодец. На счет 10 раундов. Ой. А что это? Они об эти взорвались? Я надеюсь, что они об эти взорвались. Потому что я уже все это... Опять готов испугиваться. Испуг... Все. Я лучше говорить разучился. Так. Алхимик. Давай, давай. Четыреста тысяч. А давайте, слушайте, сюда деревню-то поставим. И так вот радиус увеличен. И вот чтобы вы видели камуфляж. И может быть тогда этот алхимик тоже будет забирать тех. Так. Давай, зеленых прям уничтожил. О, он их уничтожил. Так, все нормально. Почти 500 тысяч урона, кстати, уже накопилось. Все, есть 500 тысяч урона. Так. Не зря я здесь суперобезьяну эту поставил. Она вот сейчас прям спасла. Но этот шиповый завод, он, в принципе, тоже должен наносить урон. Вроде бы. Вообще, в идеале бы нам тогда 72 тысячи накопить. Ну, это будет тут тяжело, конечно, сделать. Так. 500 тысяч. Пусти 600. Да. Все. 629 тысяч. Пусти 650. Так. Ну, давай, давай. Надо еще тебе. Конечно, уничтожить намного больше широкого пыли. Я ничего не вижу. Понятно. На 95-ом раунде то послились. Ну, тут ладно, тут мы уже продолжим. У нас есть доллары. Сейчас я их буду тратить 100%. И я даже уже знаю на что. Вот, в принципе, тьмы очень хорошо с ними справляются. Я бы вот тогда вот здесь его прокачал. Потому что он будет стоять тут далеко. И здесь не будет мешать алхимику. Ну, все, в принципе, давайте сейчас пробовать. Хотя он тут сейчас даже и урона-то толком не набьет, чтобы отправлять свои эти... Ну, а вы. О, набрал. Все, вот это нас должно спасти. Все, фух. Хорошо, идем дальше. Дай, дай, дай. Уничтожай. Тебе еще так много урона надо наносить. 700 тысяч. Давай, в том же духе. Почти 800 тысяч. 800 тысяч. Так. Все, 900 тысяч есть. О, и что вот с сотым? Возможно, в таких случаях миллион надо, наверное, нести. Да, все, миллион тоже есть. Конечно, было бы, наверное, намного проще бы пройти все это, если бы мы не отталкивались все на алхимика. То есть у нас действительно сейчас весь упор, весь уклон идет на него, чтобы он стал самым сильным. Давай, давайте тут мастера арбалета вкачаем. Скачаем. Так. Ну, мы должны, в принципе, с ним справиться. По крайней мере, я на это надеюсь. В любом случае, у нас тут есть еще неплохая такая защита. Так. О, банановая обезьяна. Пройдено. Вот как раз миллион урона даже. Так, давайте отправляемся домой. Все, хватит нам. Достижение какое-то выполнено. Так. Он был выставлен на М, что значит мини. А если перевернуть, получится Ш, что значит шарище. Че? Так. Маленькие шары. И мы улучшили башни 20 тысяч раз. Нормально. То есть мы еще денег-то неплохо получили. То есть не в прям большой минус ушли. Так. Это плата. Маленькие шары. И давайте сразу же посмотрим, что они из себя представляют. Давайте на самой обычной карте. Даже легкую. Не, или давайте, подождите. Так. Не-не, я хочу выйти домой. Я хочу в песочнице посмотреть, как это все будет выглядеть. Так. Там же все-таки, наверное, получше будет все. Так. Давайте поставим кого-нибудь на всякий случай. Вот даже самую обычную обезьяну. И вот так вот ее докачаем. И посмотрим, как они будут выглядеть. Какие маленькие, вы посмотрите. Ничего себе. Ну, наш с ними прям быстро справляется. Потому что мы так и поставили. Офигеть. Сейчас вот всех напроверяем. Жесть, реально очень маленькие. Так. Давайте продадим. Ты нам только мешаешь. Полюбоваться. В принципе, с одной стороны, это, знаете, это даже удобно. Ну, конечно, иногда ты ничего не будешь видеть. Но зато это не так мозолит глаза. Особенно, знаете, когда их очень много начинает идти. То есть, вот сейчас вот даже проверим все. Мне вот сейчас вот интересно, как будет выглядеть Моап. Тоже ли они меньше становятся? Реально, посмотрите, какой он маленький. Так, красный. Красный. Ой. Они такие медленные. Видимо, сейчас очень много поставил. Давайте ускорение поставлю. Офигеть. Они тоже очень маленькие. Так. Зеленые. Жесть. Все очень маленькие, реально. Как фиолетовый будет выглядеть. Ну, он прям вообще. Как непривычно. Слушайте, ну, это классно. То есть, это можно время от времени использовать. Это очень интересно. И как, кстати, я знаю, помимо этого, то есть, если у нас открылись маленькие шары, вот здесь вот, то у нас еще будут открываться гигантские шары. и также маленькие башни. То есть, на все это тоже есть секретное достижение. Если вы захотите узнать или посмотреть, как я его буду выполнять, я для начала найду, как это выполнить, чтобы показать вам, как их получить. Может быть, кому-нибудь будет интересно. А так, я надеюсь, вам понравилось это видео. Я буду заканчивать. С вами был Диктофон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока!